Интеллигенция, танец связывает их всех. Сам собор является одним из лучших примеров каталонской готики. Собор строился почти 200 лет. Закончен он был в середине 15 века и посвящен святой Ауаллии, покровительнице города. Происхождение собора относится к 4 веку. Он стоит на самом высоком месте средневекового центра города и был построен на фундаменте, разрушенной арабами романской церкви. Однако, все это история, а внешний вид обманчив, поскольку то, что видно с обзорной площадки внешнего фасада, было построено 100 лет назад в новом готическом стиле. Прямо за собором, в окружении зданий в старом готическом стиле, простирается одна из самых красивых и живописных площадей. Пласа Дель Рей, площадь королей. Чаще всего летом здесь проводятся многочисленные концерты и театральные представления. И встречается молодежь со всех концов света. Старые здания окружают площадь, например, историческое здание Корона де Арагон, в котором находится государственный архив Корона Арагонии и документы по истории Каталонии и Арагонии. Необычная аура царит в Палау Риаль-Майор с салоном де Тинель. Фернандо Изабель, королевская чета Испании, встречала здесь Колумба после его возвращения из Америки. Неподалеку от музея на Пласе Дель Рей возвышается башня капелла Святой Агаты. Церковь встроена прямо в римскую стену. Элементы окон и дверей представляют собой переход от готического стиля к Ренессансу. Бывшая королевская церковь была построена в XIII веке. Здесь, на Пласе Дель Рей, располагались резиденции графов Барселоны и королей Арагоны. Дворцы обставлены подобающим образом и искусно украшены. Фасады Палау Риаль-Майор наряду с кассой Корона де Арагон и его арками создают монументальный образ. Прямо за ними виден старый римский фасад XIII века с готическими розетками. Если смотреть со смотровых площадок и сторожевых башен, может показаться, что расположенные здесь в Марадор-де-Рей-Марти галереи схожи с голубятней. Чтобы не устать от созерцания старинных зданий, можно в качестве разнообразия совершить небольшую прогулку по магазинам. Именно здесь, в старой части города, находится большое количество лавочек и магазинов, рынков и галерей мод, предлагающих товары по очень разумным ценам. Тот, кто интересуется каталонским ремеслом, найдет здесь что-нибудь по своему вкусу. Во время прогулок по старому городу неминуемо наталкиваешься на Апласа де Сан-Хайме. Она располагается в центре между Генералитетом и Ратушей. Площадь была построена 300 лет назад, и благодаря своему историческому и архитектурному значению является одним из архитектурных памятников Барселоны. Через ворота Кареа-дель-Биспа мы попадаем во внутренний двор, построенный в типичном каталонском стиле и украшенный открытой готической лестницей. Согласно старой средневековой традиции, 23 апреля, в день Святого Джорджия, дворец открыт для всех гаража. В остальные дни необходимо получить разрешение, выдаваемое Генералитетом только на субботу и воскресенье. Даля Салон-Дорат со своим золоченым потолком под Салон де Сан-Джорджи является самой популярной частью дворца. Начиная с 1979 года, в этом дворце снова располагается резиденция президента Каталонии. Здесь же заседает правительство Каталонии. Салон де Сан-Джорджи, который сегодня используется для проведения официальных приемов, украшен рисунками из истории Каталонии. Прежде всего, прибрежный квартал Барио-де-Ла-Риберро, в котором раньше жили моряки, торговцы и строители, сохранил старинный характер и остался народным. Расцвет квартала приходится на период между XIII и XVI веками, когда здесь активно развивалась торговля и ремесло. Прогулку по кварталу лучше всего начинать с Карер-Ахентария, где раньше работали оружейники и мастера по серебру. Примерно 150 лет назад это была роскошная улица Барселоны. В конце улицы расположена Пласса де Санта-Мария-де-Мар. В центре площади находится позднеготическая церковь Санта-Мария-де-Мар. История церкви относит нас к гордости и самосознанию располагавшихся здесь ремесленных гильдий. Члены гильдий хотели построить здесь такую же великолепную церковь, как и Санта-Аулалия. Строительство церкви началось в 1328 году, вследствие чего появилось зрелое готическое строение. В квартале Ла-Рибера, рядом с церковью Санта-Мария-де-Мар, располагаются многочисленные музеи и галереи. На улице Карер-Монткада, одной из самых красивых патрицианских улиц города, разместились музеи искусств, галереи, культурный центр и магазины. Музей текстиля и народных нарядов в Палу-дель-Маркесус де Лио и Палу-Аквилар с Палау-Кастелет, в котором размещен музей Пабло-Пикассо, представляют собой старинные здания 15-16 веков. И только в 1963 году в одном из этих старинных зданий Барселоны был построен большой музей. Пикассо, рожденный в Малага, приехал в Барселону в 1895 году и получил здесь свое первое признание. Старый городской квартал Бари-де-Ла-Рибера имел раньше огромное значение и занимал большую площадь, чем сегодня. Однако в 1714 году, после войны за престолонаследие, король Филипп IV приказал снести часть квартала. Это был ответ Филиппа на восстание народа против его правления. На территории бывшего прибрежного квартала с 1715 по 1718 годы шло строительство цитадели. По такому случаю с землей сравняли более тысячи домов. Гордость Барио-де-Ла-Рибера. Жителей переселили в Барио-Барселонетто. В 1873 году пробил последний час цитадели, которая служила городской тюрьмой. В 1888 году здесь была устроена первая мировая выставка, специально для которой заложили парк. И только некоторые здания напоминают о бывшей цитадели. Итак, в целости остались только арсенал, дворец губернатора и военная церковь. Приблизительно в 300 метрах в юго-западном направлении начинается Барселонетто. Здесь, у моря, были поселены выгнанные из квартала Рибера-Лизье. Новый, чистый и обозримый. Таким представился квартал для жителей, которые находились под постоянным надзором правительства. Так возникла Малая Барселона, названная Барселонетто. Здесь опять поселились рыбаки и моряки. Здесь, вблизи друг от друга, располагаются маленькие закусочные и кабачки. Некоторые из них знамениты своими рыбными блюдами. Большое оживление наблюдается здесь по выходным и праздничным дням. Жители со всех концов города съезжаются сюда, чтобы поесть, выпить и искупаться. Количество мест в такое время ограничено, поскольку пляж Барселонетто является своего рода домашним хозяйством города. И по сравнению с другими пляжами он чист и ухожен. С пляжа мы возвращаемся в центр. В этот раз в большой квартал Ле Шамбр. Экскурсию лучше всего начинать на Пласа де Каталония и дальше по направлению на северо-запад мимо Пасае де Грасия. Самым знаменитым зданием на этой улице бесспорно является де Касамея, построенная Антонио Гауди, всемирно известным родоначальником модернизма каталонского варианта стиля модерн. Гауди, как никто другой, украсил улицу своими несравнимыми постройками. Касамея, построенная между 1906 и 1910 годами, является выдающимся примером той архитектуры, которая понимала дом как единый архитектурный шедевр. В многообразии форм, украшающих фронт здания, угадываются элементы стиля арабской, гальской и средневековой архитектуры. Фасад колышется, как море. Печные трубы напоминают зубцы замковой стены. Тот, кто хочет осмотреть их вблизи, может подняться на крышу здания. Многие из архитекторов стиля модерна приняли участие в создании композиции фасада. Каса Лео Морера, Каса Аматайер, Каса Баттео – так называются эти шедевры архитектуры. И каждый дом отличается своими архитектурными нюансами. В отличаются не только своими фасадами, но и эксклюзивными магазинами, расположенными внутри этих домов. В городском квартале Гассея находится некоторое роскошное издание, построенное в стиле модерн. Здесь рекомендуется предпринять исследовательскую экспедицию. На севере города раскинулся парк Гюэль. Художник Антонио Гауди создал этот чудесный садовый ландшафт. Парк назван в честь Изуби Гуэля, богатого дворянина Барселоны. Гауди удалось осуществить свою мечту о создании памятника, который как будто выращен самой природой. Лестницы, мостки, тропинки, беда.